Умар бин-Хаттаб, радия Аллаху та'алья, пришел к пророку, алейхи салату ассалам, и он стал плакать. Ма юбкика, я бин-Хаттаб. Ма юбкика, я бин-Хаттаб. Что тебя заставляет плакать, бин-Хаттаб? Почему ты платишь? Я, Наби Аллах, о пророк Аллах, ва ма ли ла абки. А как мне не плакать, о пророк Аллах, ва заль хасыр? Если эта циновка след свой оставила у тебя на боку, то есть пророк Аллаху та'алья спит на циновке. То, что сплетено из пальмовых листьев, грубая циновка пророк Аллаху та'алья, спит на ней, и он увидел следы от циновки на боку пророк Аллаху та'алья. Как мне не плакать, если я вижу эти следы у тебя на боку? А это твоя кладовая, то есть куда складывается там, сесное. Если я вижу, там только то, что я вижу, то есть практически ничего там нет, она пустая практически. В то время как, посмотри, этот цезарь, кесарь, то есть император Византии, Римской империи, или кесра хасрой, шах персидский, шах иранский, они пребывают среди плодов, среди рек, а ты посланник Аллаха, ты избранник Аллаха, и вот это вот твоя кладовая, все, что в ней есть. И пророк Али Сарат Усэм сказал, ну ябналь хаттаб, сын аль хаттаба, разве ты не удовлетворен тем, что нам будет ахира, для нас будет вечная жизнь, а для них будет дуния, для них только дуния, только земная жизнь. И Умар сказал, бала, конечно, конечно, я доволен. И рассказывает Умар, поднял я взор свой, я поднял взор, чтобы осмотреть дом пророка Али Сарат Усэм, комнату, в которой он находился, и клянусь Аллахом, я не нашел ничего, на чем мог бы я остановить свой взор. То есть какой-то значимой вещи, не на чем было остановить взор, кроме трех шкур, невыделимых трех шкур. Не поддерживался отделке. И я сказал, обратившись к пророк Али Сарату Уссэм, то есть Умар обратился к пророк Али Сарату Уссэм, помолись Аллаху, попроси Аллаха, чтобы он расширил достаток для твоей умы. Потому что персы и римляне, и византийцы, им дано много из этого мира, в то время, как они не поклоняются Аллаху Субханаму Али Сарату Уссэм. А пророк Али Сарату Уссэм, когда он это говорил, просто Умар увидел, в какой бедности живет пророк Али Сарату Уссэм, увидел, что ничего нет. И поэтому он под влиянием этого чувства, сочувствия к пророк Али Сарату Уссэм, сказал эти слова. «Попроси Аллаха, чтобы он расширил достаток, ибо те персы и римляне, неверующие, которые не поклоняются Аллаху Субханаму Али Сарату Уссэм, они получают сколько из этого мира, из мирских благ». Пророк Али Сарату Уссэм, когда говорил Али Сарату Уссэм, он полулежал. И он сказал, «Афи, щеккин анта, ябнальхаттаб? Ты что, сомневаешься, ябнальхаттаб? Неужели у тебя есть какие-то сомнения, ябнальхаттаб?» «Уляйка кавмин худжерат лагум тайебатум филхаятидддуния» «Это те люди, которым ускорены их блага в этом мире, эти персы, эти византийцы, о которых вы говорите. В каждой эпоху есть свои державы какие-то, такого рода. Им даны их блага в этой жизни, ускорены, они их получат, и все потом». И я сказал посланник Аллаха, попроси для меня прощения. Попроси у Аллаха для меня прощения. Неужели ты сомневаешься? Ябнальхаттабу сын хаттаба. Поэтому мы говорим мусульманам, неужели вы сомневаетесь? Почему сокрушаетесь так? Почему не радуетесь, не благодарите Аллаха за то, что Он дал вам то, что несравненно лучше? Почему так сокрушаетесь по поводу того, что у них есть что-то, чего нет у вас? Их успехом в этом мире. Почему так? Печалитесь по этому поводу. Книга о развлечении между угодниками всемилостива Аллаха и угодниками шейфана. Субтитры создавал DimaTorzok